Всем привет! На связи Олег Егоров. Четыре года назад я начал интересоваться криптовалютами. На сегодняшний день я являюсь одним из крупных инвесторов облачной сети АОН – монета Акрона. Все начиналось с Акрона Клуб в конце 2017 года, когда биткоин достиг своего максимума в 20 тысяч долларов. Казалось бы, чего еще надо? Сиди и наблюдай, как растет курс биткоина. Однако уже следующий, 2018 год, показал обратное. Курс самой известной криптовалюты свалился до 3,5 тысячи долларов. Огромное количество людей потеряли свои деньги. Ведь тогда, в 2017 году, довольно многие покупали биткоин за свои заработанные деньги. Многие продавали квартиры, автомобили и просто меняли рубли, доллары на биткоин. Продавать имущество для рискованных операций ни в коем случае нельзя. В 2018 году курс начал падать. И чтобы как-то спасти свои средства, люди продавали дешевле, чем покупали. И теряли свои активы. Уже тогда я купил достаточное количество монет АОН, которые мне приносят определенный процент дохода по алгоритму POS Mining. Познакомиться с презентациями на эту тему вы сможете на страничках пользователей монеты Акрона или в официальных источниках. На сегодняшний день курс монеты Акрона более стабилен, чем курс биткоина. И Акрона постоянно приносит доход от 7 до 25%. Курс биткоина может подняться и принести прибыль, но также может и упасть. И тогда вы получите убытки. Акрона стабильно дает прибыль и курс медленно, но уверенно растет. Динамика курса монеты прописана в алгоритме блокчейн. Каждая последующая сгенерированная монета дороже предыдущей. Это значит, чем больше открывают кошельков и покупают монет, тем быстрее и больше майнится монета. А значит и курс растет. Я вам рекомендую посмотреть ролик одного из пользователей монеты Акрона Виктории Сусловой, где показаны четкие расчеты по годовой прибыли в сравнении монеты Акрона и биткоин. Отношения разработчиков и отношения пользователей к своему бизнесу не всегда совпадают. Я хотел бы поговорить с вами об отношении пользователей к своему бизнесу. Почему одни зарабатывают больше монет, а другие меньше, хотя условия для всех одинаковые. Для того, чтобы монета была востребована, необходимо постоянно улучшать техническую составляющую монеты. Качество обслуживания и добиваться постоянного роста комьюнити, пользователей монет. Пользователи, которые находятся с самого начала в теме, знают, что над платформой постоянно работают. Постоянные новостные публикации, релизы, дополнения и улучшения системы являются доказательством данного факта. Я достаточно долгое время зарабатывал и зарабатываю в интернет-проектах и замечаю, что пользователям и партнерам очень не нравится, когда им не уделяют достаточного внимания со стороны администрации. То есть нет информации, прогрессии, разработок, технической поддержки, обратной связи с аудиторией в виде презентации, вебинаров, рекламных и вспомогательных материалов для продвижения. Люди активно обсуждают эти недостатки, призывают создателей и разработчиков к устранению данных проблем. В случае с монетой Акрона все достаточно наоборот. Все начиналось в первом квартале 2018 года и уже прошло больше года с момента старта платформы. Все партнеры, которые вступили в клуб, с самого начала получали качественный продукт и постоянные улучшения и доработки. И сегодня идут постоянные релизы и обновления. Ни разу за все время работы не было отключения сайта. И никто из сообщества не видел объявления «Сайт закрыт на техническое обслуживание». Все работы по модернизации всегда проводились в режиме онлайн. Технические специалисты стараются сделать данные процессы без ущерба для пользователей. Это не обсуждается. Таковы правила. Клиент не должен испытывать неудобства. С самого начала работы над проектом пользователи получают регулярные новости и у всех перед глазами находится дорожная карта, работы по которой всегда выполнялись в срок. И даже в таком случае находятся партнеры, которые остаются недовольными. В основном большинство партнеров воспринимают это как должное. Монета создана, процесс запущен и возможность зарабатывать по алгоритму постмайнинг дана каждому владельцу кошелька сети АОН. Все работы всегда выполнялись согласно дорожной карте. Все изменения всегда сопровождались новостными публикациями во всех официальных источниках. Всегда были и будут такие люди, которые следят за происходящими событиями. И те люди, которые предпочитают видеть самое плохое и очень ярко заострять на этом внимание. Лично я отдаю предпочтение адекватной аудитории. Отношения разработчиков и отношения пользователей к своему бизнесу не всегда совпадают. Многие люди в интернете привыкли зарабатывать в партнерских программах, не считая специалистов в области программирования, копирайта, сайтостроения и других профессий. Большинство людей предпочитают матрицы, бинары, линейные маркетинги. Но есть и другой способ. Это криптовалюта. Хотелось бы заметить, что это не волшебная палочка. И фраза «купил» и «забыл» здесь не канает. До сих пор криптовалюты остаются экзотикой для подавляющего большинства людей в России. И не только. О них слышали по разным оценкам от 50 до 70% населения. Благодаря информационному фону интерес к криптовалютам не снижается, а отношения становятся все более позитивными. Но несмотря на это, все только около 3-5% людей профессионально используют криптовалюты как один из главных инструментов заработка. Можно просто купить различных монет и ждать их роста. Данный способ может как принести дивиденды, так и лишить части капитала инвестора. Людям свойственно желание быстрого заработка и, как правило, это и есть главная причина раззорения неудач. В долгосрочной перспективе топовые криптовалюты всегда растут в цене, но многим нужны деньги сейчас. Сегодня алгоритм постмайнинг дает возможность стабильного дохода. Монета Акрона позволяет не только зарабатывать на росте курса, но и получать ежедневные дивиденды благодаря технологии постмайнинг. В процессе общения с людьми я понял, что некоторая аудитория не понимает разницу в заработке между партнерскими программами и стабильным доходом на хранении монет. Хранение монет правильно называть термином hold. Что в переводе с английского обозначает держать. Если коротко, то процесс холдинга монет Акрона позволяет увеличивать депозит ежемесячно от 7 до 25%. Попробуем смоделировать некоторую ситуацию. Есть много проектов, в которых людям дают возможность приобрести некий номинал будущих акций или будущей монеты. Но пока нет акций и пока нет блокчейн монеты. Есть только рабочее название будущих акций или будущей монеты. А также есть команда разработчиков, администрация и мы. Люди, которые готовы двигать данную идею и обязательно зарабатывать. А иначе многие просто не будут тратить на это время. Итак, вы приобретаете на 100 долларов некоторое количество будущих акций компании X. Дальше вы приглашаете новых людей и зарабатываете согласно маркетинга определенный процент. Допустим 10-40%. Проходит год, но акции или обещанного блокчейн монеты нет. И как следствие уже нет того потока людей, которая приходила толпами в компанию X на старте. Второй вариант. Вы покупаете на 100 долларов монет Акрона. У монеты есть пользователи. Есть собственный блокчейн и монета добывается по технологии PostMining. Простым языком, для того, чтобы начать зарабатывать на монете, необходимо открыть свой собственный кошелек. Закинуть туда те самые 100 долларов и система сгенерирует вам новые монеты. Но у многих возникает вопрос, а как мне продать монеты Акрона? Продать монеты можно с помощью обменников или бирж, на которых присутствует данная монета. Сегодня пока нет экосистемы, которая позволила бы это сделать. Остается один вариант. Найти самостоятельно покупателя. В таком случае, если вы находите покупателя на 100 долларов, то вы меняете свои монеты, сгенерированные в вашем кошельке, и получаете все 100% в свой актив. В случае с компанией X, помните, вам также необходимо привлечь человека со 100 долларами, но вы получаете лишь 10-40% средств, заметьте, с денег партнера, которого вы пригласили. И в первом и во втором случае необходимо давать людям информацию либо о компании, либо о монете, и продавать условные акции или действующую монету с собственным блокчейн-алгоритмом поиск майнинг. Итог наших рассуждений заключается в следующем. В случае с компанией X, через год поток людей останавливается. Конечно, в том случае, если компания не выполнила своих обязательств по выпуску акций. Замечу, что даже если акции выходят на биржу, то цена на них будет гораздо ниже тех 100 долларов, которые вы внесли год назад. А в случае с монетой Acrona, у которой уже год назад были свои пользователи, собственный блокчейн, и монета добывалась по технологии постмайнинг, все становится только лучше. Ведь прошел год, и у монеты есть обменник, есть биржа, и есть постоянно растущая сеть пользователей. Монеты добываются, монеты приносят доход их владельцам. А развивается экосистема монеты. Итак, через год в случае с компанией X, все остановилось. Люди перестали идти, продукта нет. А в случае с монетой Acrona, экосистема развилась. А значит и людей становится больше. И с каждым годом становится только лучше. Монета создана, и она никуда не денется. Выбор за вами. Получать быстрые деньги, и потом искать что-то новое, или все-таки приобрести монету Acrona, и наблюдать за развитием экосистемы Acrona Open Network. И получать стабильный доход. И через год, и через три, и через пять лет. И более того, каждый из вас может открыть свой собственный бизнес, используя модель облачной сети АОН. Для этого есть все необходимые модули, которые можно с легкостью подключить к любому вашему уже рабочему проекту или создать новый. А куда деваются деньги, за которые мы покупаем Acrona? Здесь также все очень просто. Рассмотрим на примере компании X, у которой есть условные акции, и на примере существующей блокчейн-сети монеты Acrona. В случае с компанией X, если 10-40% денег, внесенных инвесторами, распределяется по маркетингу, то остальное остается компанией на разработку, рекламу и зарплаты. В случае с монетой Acrona также, только процентов здесь нет. Если вы продаете со своего кошелька 100 монет Acrona самостоятельно или через обменник, биржу, то вы получаете все 100% вырученных средств. Только в случае с биржей или обменником вы уплачиваете комиссию за совершенную транзакцию. А теперь самое главное. Мне задали такой вопрос, куда деваются деньги, за которые мы покупаем Acrona? Постараюсь ответить на него просто и развернуто. Если я задам вопрос, куда деваются рубли, за которые я покупаю доллары? Просто вдумайтесь, кому я должен задать такой вопрос? Видимо, ФРС США. Федеральная резервная система Америки печатает столько долларов, сколько пожелает, и всего только 5% долларов выглядят в виде бумажных денег. Остальные, которые не печатают, выглядят в виде цифр и гуляют между пользователями онлайн с одного компьютера счета на другой компьютер счет. Так вот, облачная сеть Acrona Open Network – это такая же финансовая модель со своим блокчейн-алгоритмом, со своими кошельками и со своей отчетностью в виде платформы Acrona Explorer, где каждый пользователь сможет отследить все транзакции системы. Своего рода банковская бухгалтерия, доступная всему сообществу монеты. Только это не бесконечная финансовая составляющая, как в случае с долларом, который печатают не останавливаясь, а ограниченная эмиссия в количестве 21 миллиона монет. И сложность майнинга будет со временем увеличиваться, и процент добычи будет уменьшаться. Иными словами, чем больше монеты пользователей, тем меньшим будет становиться вознаграждение за валидацию блока. Это будет не так быстро. Процесс может затянуться на 10 лет и более. В блокчейн Acrona Open Network есть стандартная нода. Монеты с этого кошелька также необходимо реализовать. Вырученные средства от продажи монет идут на техническое обслуживание. Это сервера, домены, безопасность, зарплаты, новые продукты, листинг, пиар-компании и многие другие расходные статьи. Все просто. Для того, чтобы получить деньги для обслуживания платформы, необходимо продавать монеты так же, как это делаете и вы. Все сообщество монеты. И чем активнее держатель монеты Acrona, тем лучше у него идут дела. И с привлечением, и с реализацией. Если вы привлекли нового партнера, то вы сможете продать ему свои монеты и получить 100% средств. Если же новый партнер увидел информацию на официальном сайте монеты, открыл себе новый кошелек и купил монеты в консоли своего кошелька, то эти деньги будут использованы в том числе и на все перечисленные выше статьи для дальнейшего развития Acrona Open Network. Это прописано в White Paper монеты. У каждого из вас есть возможность сделать подобное и рассчитать, сколько понадобится средств для запуска собственной платформы. Поэтому вы можете запустить свое или начать пользоваться уже готовым. По моим личным наблюдениям, активные партнеры зарабатывают, как правило, гораздо больше, чем люди, которые обслуживают свою всю сеть АОН. Алгоритм блокчейн монеты Acrona устроен так, что цена каждой последующей сгенерированной монеты выше цены предыдущей. Поэтому курс монеты АОН будет всегда расти. И чем больше открывают кошельков и покупают монет, тем быстрее он будет расти. Но не все так просто. Почему-то многие люди считают, что если монета не прошла листинг на бирже, то это и не монета вовсе. У меня на этот счет другое мнение. Как только у монеты появляется достаточно большое количество пользователей, комьюнити, и монеты выводят на биржевые торги, то появляется огромное количество трейдеров, которые желают превратить монеты в спекулятивный инструмент. В таком случае курс монеты может уронить небольшая группа людей, у которых достаточно большое количество монет. Все, что для этого необходимо сделать, выставить ордера на продажу по заниженному курсу, и люди начнут паниковать и скидывать свои монеты заодно. В такой ситуации курс неизбежно упадет до какой-то определенной величины, и когда вернется к исходному значению, неизвестно. В такой момент кто-то продает, а кто-то скупает. У каждого свои интересы и своя стратегия. Трейдеры, которые начинают дампить монету, впоследствии, как правило, выкупают монету обратно. Кто в таком случае останется в плюсе? Подумайте. Поэтому на раннем этапе развития монеты, я сторонник использования частных обменников, ОТС торговли, а также продажи и покупки монет непосредственно между держателями в личных группах. Чатах, сообществах. Такую торговлю называют P2P. Есть и другая сторона развития монеты при выходе на биржу. Листинг на бирже – это новые ресурсы, новые люди, которые знакомятся с монетой и возможностью сети ООН. Биржи нужны, но стоит ли торопиться с листингом? К тому же трейдеру, который будет работать с монетой ООН, выгоднее держать монеты на своем кошельке, а не на кошельке биржи. Насколько я знаю, выход монеты ОКРОНА на биржу запланирован на четвертый квартал 2019 года. Пусть каждый подумает, нужна ли биржа так быстро в сообщество монеты ОКРОНА. Люди делятся в интернете на активных и не очень. Здесь все понятно. У активного человека все горит, и он всегда зарабатывает. Я мониторил людей, которые пишут негативные отзывы, ведут себя некорректно по отношению к людям, которые тратят огромное количество времени для поддержания технической стороны сети монеты. И я заметил, что у таких людей на личных страничках в социальных сетях нет ни слова о сети монеты. И замечу, что некоторые из них не только вернули все свои вложенные средства, но уже и приумножили вложенное в монету ООН. Если держатель монеты в теме, он всегда в курсе происходящего. Ему не составляет особого труда рассказать о монете новым пользователям, подключить новичков к своей группе, давать необходимую информацию и помогать своим партнерам с покупкой, продажей монет. У любого лидера всегда есть люди, которые желают купить или продать монеты. И биржи здесь не главное. Одни пишут статьи, записывают видео, разрабатывают инструменты, проводят встречи, планерки, ищут пути развития, а другие просто ноют. Время работает на нас, монета создана, и как быстро и что именно сообщество хочет получить, зависит и от вас, людей, которые купили монету. Подумайте, от чего зависит развитие и ликвидность монеты, и кто зарабатывает меньше.